Хвала Аллаху, который наставил нас и на которого мы уповаем. Наилучшие и чистые благословения и приветствия нашему посланнику от ради наших очей, его семейству и сподвижникам, а также тем, кто последовал за ними. А затем... На прошлой неделе мы упомянули пять пунктов, на которые стоит обратить внимание перед тем, как выбрать праведную супругу. Посланник, салюллаху алейху ассаляма, относительно вопроса выбора будущей супруги, сделал нам несколько наставлений и указаний. Аллах в Коране описывает посланника словами «К вам явился посланник из вашей среды». Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим. Поэтому, когда мы говорим о учениях и наставлениях посланника, салюллаху алейху ассаляма, мы должны принять во внимание то, что это наставление человека, дорожащего нами больше, чем мы дорожим сами собой. Все трудности и беды, с которыми мусульманские семьи сегодня сталкиваются, все проблемы, связанные с воспитанием, формированием мышления и осознанием реальности, все это ожидаемые последствия, противоречия и пренебрежения учениями посланника, салюллаху алейху ассаляма. К примеру, если человек хочет приобрести машину, он отправляется к опытному человеку для ее проверки и обследования на наличие изъянов. И я не знаю человека, который бы стал покупать машину без надлежащей проверки и вопросов. И это несмотря на то, что если эта сделка окажется убыточной, он может компенсировать эту потерю, заключив другую сделку. А тот, кто желает купить дом, смотрит на его местоположение, на район, где находится дом, на соседей, которые проживают вблизи. Когда человек вкладывает столько сил, прилагает усилия и старания для приобретения торговой точки или дома, или какого-нибудь другого предмета, ему тем более следует спрашивать и советоваться с людьми, обладающими жизненным опытом перед тем, как выбрать свою спутницу жизни и вступить в брак. А наимудрейшим из всех созданий является посланник Аллаха, салюллаху алейху ассаляма, которого Аллах описал словами. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим. Ислам дает две установки. Два указания в вопросе выбора праведной жены или мужа. Одно из них обязательно к соблюдению, а второе нет. Что касается первого, необходимо, чтобы избранница была дозволенной, с точки зрения шариата, для заключения брака с ней. Поэтому запрещено заключать брак с близкой родственницей, махрамом. Такой брак недействительный с точки зрения шариата и неприемлем. Такой союз даже не рассматривается в качестве брака. Поэтому правые решения, связанные с настоящим браком, такие как развод, например, не будут практиковаться при таком союзе. А прекращение такого союза будет оцениваться как расставание, а не развод. Все это потому, что развод возможен только при действительном, с точки зрения шариата, браке. Это как бы производно от брака. Повторим еще раз. Указание, обязательное к соблюдению, это то, чтобы избранница была дозволена шариатом для заключения брака с ней. То есть не махрамом. И чтобы она была мусульманкой или исповедовала религию обладателей Писания. Тот, кто станет противоречить этим предписаниям, будет подобен тому, кто совершает прелюбодеяние. Аллах не благословит такой союз, и к нему не будут применяться правовые решения действительного брака. Это и все, что связано с первым указанием, мы изучаем и подробно разбираем в книгах по праву. Что касается второго указания, о котором мы в дальнейшем и будем говорить, так это то, что ислам побуждает человека жениться на благонравной, сообразительной женщине. На женщине, которая обладает хорошим воспитанием, репутацией, которая способна родить детей, так как это одна из задач и целей вступления в брак. Посланник, саллиллаху алейху ассаляма, сказал, «В день суда я буду хвастаться вами перед другими пророками». Это указание не обязательно к соблюдению при выборе спутницы жизни. Это означает, что несоблюдение этих указаний не будет влиять на действительность брака. Но это может очень затруднить жизнь мужчины в этом мире и даже может погубить его вечную жизнь. Ислам не обязывает человека жениться на девушке только с определенным складом ума или воспитания. Не обязывает жениться на умной, сообразительной, сознательной девушке. Ислам призывает человека к этому, побуждает его, но не обязывает. И причиной большинства семейных проблем сегодня выступает отклонение от этих указаний посланника саллиллаху алейху ассаляма и их полное игнорирование. Мы не столкнемся сегодня с ситуацией, когда мусульманин женится на своей близкой родственнице Махрами, так как в нас заложена неприязнь к этому явлению. Но мы можем найти человека, который следует своим страстям при выборе спутницы жизни, который, например, женится на слишком юной, говоря, что ему нравятся юные, не обратив при этом внимания, какой сознательностью будет обладать эта юная девушка, какое у нее воспитание, какая репутация у ее семьи, как они ведут себя. Все это он отбрасывает на второй план. Это все из-за страсти и вожделения. Они окутывают и усыпляют его разум. И человек не может рационально мыслить. И большинство молодых людей делают свой выбор, исходя из своей страсти и критерия красоты. Вместе с тем, что ислам не порицает такой подход, но ислам порицает то, что человек игнорирует и отбрасывает указания и учения, оставленные нам посланником, саллиллаху алейху ассаляма. Из указаний, которых религия не обязывает нас соблюдать, является религиозность потенциальной супруги. Под этим подразумевается воспитанность, богобоязненность, набожность, а не то, как люди привыкли использовать это слово для обозначения определенной идеологии и убеждения. Когда говорят «религиозной», подразумевается приверженность человека к религии и безукоризненное соблюдение ее предписаний. Ислам побуждает создавать семью с религиозной женщиной, но не обязывает к этому. И под религиозностью подразумевается воспитание, поведение, исполнение предписаний и соблюдение запретов. Когда мы упоминаем в разговоре обладательницу религии, мы сразу же вспоминаем хадис посланника Аллаха, который передали имам Бухари и муслим в своих сборниках от Абу Хурайры, посланник Аллаха сказал, «На женщине женятся по четырем причинам. Из-за ее богатства, происхождения, красоты и религии. Так добейся же религиозной, да покроются твои руки землей». Я не думаю, что есть мусульманин, который не слышал бы этого хадиса ранее. Но есть некоторые моменты, на которые мы должны пролить свет, дабы понять и узнать смысл и предписаний сунны посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, в целом, и что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, хотел донести до нас в этом хадисе, в частности. Первый момент — это предыстория этих слов. Что послужило причиной того, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал эти слова? Имам Суют из своей книги «Люма», где он собрал предысторию хадисов, упоминает причину этого хадиса. Он говорит, «Имам Ахмад в своем муснаде и муслим в своем сборнике приводят хадис от Джабира ибну Абдилля, дабы удоволен им Аллах». Что он сказал? Во времена пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, я женился. А после свадьбы, когда я встретил пророка, он меня спросил, «Джабир, ты женился?» Я ответил, «Да», у посланника Аллаха. Затем он спросил, «На девственнице или на той, что была замужем?» Я ответил, «На той, что была замужем». Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Почему не на девственнице?» «Чтобы она веселила тебя». Тогда я сказал, «О, посланник Аллаха, у меня есть маленькие сестры, и я побоялся, что она настроит нас друг против друга». Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «На женщине женятся из-за ее религии и из-за ее красоты. Добейся религиозной женщины, да покроются твои руки землей». Такова предыстория этого хадиса. Джабир, саллиллаху алейхи вассаляма, объяснил пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, почему он не стал брать в жены девственницу. Он как бы говорит, «Причина в следующем. В большинстве случаев юная девушка, которая не была замужем, преобладает несознательность и нерациональность. А это, в свою очередь, может привести к тому, что она начнет разжигать неприязнь между нами и моими маленькими сестрами. Поэтому я не стал брать в жены такую же юную девушку, как и мои сестры, чтобы уберечь наш дом от смуты». И как же много домов живут в мире согласии, покоя и любви, пока один из ее членов не приведет в дом юную жену, и начинаются проблемы, разногласия, смуты. Приняв именно этого внимания, Джабир не стал брать в жены юную девушку, чтобы она не послужила причиной возникновения проблем и неурядит в семье, и не способствовала порче его отношений с маленькими сестрами. И предпочел ей ту, что ранее была замужем, потому что они более сознательны и разумны. Удивительно то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не сказал Джабиру «Ты прав, Джабир, ты сделал правильный выбор», а сказал «На женщине женятся из-за ее религии и из-за красоты. Добейся религиозной, да покроются твои руки пылью». Как бы, имея в виду, если ты женишься на религиозной, она не будет настраивать тебя против твоих сестер, не будет нарушать целостность семьи и не посеять смуту, и она не станет причиной тому, боясь, чего ты оставил девственницу. А все потому, что иногда бывает так, что та, которая была замужем, тоже несознательна и неразумна, и причина тому ее нерелигиозность. А бывает наоборот, что девственница более разумна, сознательна и правильно воспитана. Из предыстории этого хадиса мы узнаем, что слова на женщине женятся по четырем причинам были сказаны пророкам, саллиллаху алейхи вассалям, не изначально, а по причине, которая предшествовала им. Они были сказаны в качестве ответа на слова Джабира. Из этого мы можем понять, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, как бы говорит Джабиру, «Не смотри на возраст, смотри на религиозность своей избранницы, потому что если она будет религиозна, она будет сознательной и разумной, а если она будет такой, она будет обладать хорошей репутацией и поведением, и не допустить тех опасений, которые у тебя были». Второй момент – это то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не запретил мужчине жениться, принимая во внимание любую из этих качеств. Поэтому не порицают человека, который женится из-за богатства своей избранницы, или из-за ее красоты, происхождения и знатного рода. Но в то же время посланник указал нам на качество, более предпочтительное, чем все вышеперечисленное. И он как бы нам говорит, «Ты можешь жениться по причине богатства будущей супруги, ее красоты, знатности или по другим соображениям, но не игнорируй ее религиозность. Учитывай это тоже. Выбери обладательницу религии, да покроются твои руки пылью». Третий момент из этого хадиса. Немногим ранее я сказал, что этот хадис побуждает нас искать в потенциальной супруге в первую очередь религиозность. В Коране слово «религия» иногда употребляется в значении вероубеждения, а иногда используется в значении практики религиозных убеждений. Именно это подразумевается в этом хадисе. Если мы посмотрим в книге по Джарху и Таадилю, наука о передатчиках хадисов, мы увидим там такое выражение «такой-то мягок в религии», что означает, что человек был слаб в практиковании религиозных установлений. Это не значит, что он был лицемером или неверующим. Имеется в виду, что его отношение к религии не было настоящим и искренним, и он слабо практиковал религиозные установления. По этой причине они считали передатчика, непрактикующего и недействующего в соответствии с религиозными предписаниями, слабым, и вкладывали этот смысл в данное выражение. Этот передатчик в его религии мягкость. В Коране также слово «дин» — «религия» — используется в значении практики религиозных предписаний. Аллах говорит, «Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Ноху, и то, что мы внушили тебе в Откровении, и то, что мы заповедовали Ибрагиму, Мусе и Иисе. Исповедуйте религию». Имеется в виду, практикуйте предписание религии, которую вы исповедуете. На такой смысл указывает контекст этой суры и тема, которая в ней затронута. Аллах велит нам практиковать законы религии, которые мы исповедуем во всех сферах нашей деятельности, и исходить от ее предписаний во всех наших действиях. Именно в этом значении, на которое указывает Коран, и понимали предшественники слова «дин», используются и в современных трудах. И это значение подразумевается в хадисе пророка, саллиллаху алейху ассаляма. Имам Мулла Али Кари в своей книге «Миркатуль Мафатих», комментируя этот хадис, говорит, из-за ее религии, то есть ее поведения и репутации. Он понял и слово «дин», ее репутацию и поведение в повседневной жизни. Какова его осознанность? Насколько она почитает предписания религии и одеяния мусульманки? И как она относится к смешению полов и к другим актуальным сегодня проблемам мусульман? И именно этот смысл несет в себе хадис пророка, саллиллаху алейху ассаляма, под словом «дин», практика религиозных предписаний и норм. Четвертый момент. Посланник Аллаха в этом хадисе не сказал «женись на религиозной». Он употребил слово «илфар» «добейся», «завоюй». Слово «зафар» в основе означает «добывание трофея». Исходя из этого, мы можем понять, что пророк, саллиллаху алейху ассаляма, как бы говорит нам, человек, которого Аллах возвысил, даровав ему жену с хорошим воспитанием и поведением, соблюдающую предписания шариата, он преуспел и добился успеха. В Коране Аллах назвал преуспевшим человека, который увидел свое пристанище в раю. Аллах говорит, «Кто будет удален от огня и введен в рай, тот обретет успех». Пророк, саллиллаху алейху ассаляма, говорит нам, «Тот, кто выбрал девушку, соблюдающую религию по-настоящему, а не формально, он добился большого успеха». Поэтому ученые, комментировавшие этот хадис, интерпретируют слова Пророка, саллиллаху алейху ассаляма, в значении, «Добейся успеха, выбрав обладательницу религии». Важность такого выбора в наше время возрастает многократно, когда против нас ведут идеологическую войну. И сегодня, как и в прошлом, очень мало людей руководствуются этим наставлением и смотрят на религиозность будущей супруги, на ее практику предписаний шариата. Но это небольшое количество людей должны помнить, что на протяжении истории законы Аллаха и его предписания соблюдали только малое количество, а большое следовало за чем-то иным. Поэтому Аллах говорит, «Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха». Поэтому тенденция больших масс людей неправильная. Имам Касталяни в своем шархе к сборнику хадисов имама Аль-Бухари, комментируя славу пророка саллиллаху алейху ассаляма, Фадфар Бидатиддин, говорит, «Обладателям порядочности и религии следует сделать религию предметом желаний и целью во всем. В частности, если что-то очень важно и носит долгосрочный характер, как брак, это союз на долгие годы. Поэтому посланник наставил нас самым лаконичным образом и использовал слово «фалфар». Добейся, потому что религиозность – это предел желаемого. Вот в таком виде мы понимаем славу пророка Фадфар Бидатиддин. Праведная религиозная супруга – это сокровище и трофей. Вот в таком виде мы понимаем славу пророка саллиллаху алейху ассаляма Фадфар Бидатиддин. Праведная религиозная супруга – это сокровище и трофей. И в конце своего обращения посланник Аллаха саллиллаху алейху ассаляма сказал «тарибат ядак» – выражение, которое употребляют, чтобы указать на бедность. Когда про человека говорят «его руки покрыты землей», имеется в виду его неблагосостояние и нищету, то есть что он бедный. Аллах говорит «в Коране также есть употребление в таком виде, что означает «или приникшего к земле бедника», то есть из-за своей бедности, не найдя на чем сесть, он как будто бы прилип к земле или прислонился к ней. Получается, посланник Аллаха саллиллаху алейху ассаляма сказал человеку, который упускает религиозную девушку, что он обеднеет. Под бедностью имеется в виду не материальное состояние, а духовное – нравы, мышления, чувства, теплота в семье. Человек обеднеет изнутри и снаружи, и он это ощутит не только в своей семье, но и в обществе, и религии. Как бы посланник обращается к человеку, которого не волнует религиозность своей избранницы, не волнует ее одеяние и одежда, не волнует соблюдение ею предписаний шариата и говорит ему, если ты не прислушаешься к советам в вопросе брака, ты обеднеешь, твоя жизнь разрушится, и такая женщина погубит твою религию и предписания, которые ты выполнял. Поэтому пророк саллиллаху алейху ассаляма сказал, добейся религиозной, да покроются твои руки землей. Здесь возникает вопрос, для чего религия велит нам давать предпочтение религиозности супруги, и какие могут быть негативные последствия для человека, который не прислушивался к этому наставлению. Ранее я вам говорил, что ислам побуждает нас выбирать в качестве супруги религиозную женщину, то есть воспитанную и благонравную, соблюдающую предписания Всевышнего, но религия не принуждает нас к этому. Мы должны понять, что выбрать религиозную не означает, что человек должен оставить другие качества без внимания. Религиозность и другие качества не противоречат друг другу, но религия — это основа, на которой держатся остальные качества. Это фундамент, на котором будет возведен дом. А Аллах говорит в Коране, «Тот ли, кто заложил основание своего строения на страхе перед Аллахом и стремлении к его удовольству, лучше? Или же тот, кто заложил его на самом краю обрыва, готового обвалиться, так что он обвалился вместе с ним в огонь гиены?» Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Строение, которое они построили, всегда будет порождать сомнения в их сердцах, пока их сердца не разорвутся. Аллах, знающий, мудрый. Поэтому, для того, чтобы ваша семья, ваш дом не обвалились, нужно учитывать религиозность будущей супруги. Ибо дом не рушится, если жена не богата, не рушится, если она не является образцом красоты. Но если она не религиозна, то этот дом и эта семья разрушатся с большей вероятностью. Представь, если ты выбрал девушку, воспитанную на ценностях, которые противоречат правильному воспитанию, что ты будешь делать? Сколько мусульманок сегодня не придают должного внимания религиозной одежде, не прикрывают свои тела? Как ты можешь связать себя узами брака с девушкой, которая пренебрегает хиджабом? Какое воздействие она будет оказывать на твоих детей? И какое воспитание им даст? Как ты убедишь свою дочь надеть хиджаб и прикрыть свое тело? Если человек женится на девушке, которая пренебрегает религиозными предписаниями, то это естественным образом отразится на его детях. Представь, если ты женишься на девушке, которая привыкла к смешению полов, она привыкла к этому в своей школе, дома, в вузе. Какое влияние это окажет на тебя в первую очередь, а затем и на твоих детей? И что ты ответишь Всевышнему, когда Он скажет тебе, почему ты построил свой дом на краю обрыва, готовый обвалиться? Поэтому выбор супруги основан не на критерии религии и воспитания, выбор той, которая не одевает хиджаб, смешается с противоположным полом, выходит из дома без разрешения мужа. Это приводит к тому, что все это естественным образом отражается и на их детях. Педагоги отмечают, что самым важным этапом воспитания детей являются первые семь лет. И в подавляющем большинстве случаев ребенок в этот период пребывает вместе с матерью. И те убеждения и взгляды, которых придерживается мать, непременно перейдут к ребенку. Он впитает их в себя. Вне зависимости от того, хороши они или нет, противоречат вере или нет. Получается, если человек женится на женщине, которая имеет убеждения, несоответствующие религии, они непременно отразятся в их семье и на детях. Поэтому правоведы говорят, Аллах дозволил мусульманину жениться на мусульманке или же на женщинах-обладателях Писания, христианках, иудейках. Но это нежелательно. Причиной нежелательности они называют опасность отражения убеждений и взглядов матери на детях, то есть убеждения христиан и иудеев. Поэтому такой межрелигиозный брак нежелателен. Это действительно опасно. Представь, если ты поженишься на женщине, взращенной на еврейских убеждениях и взглядах, это погубит тебя и твой дом. Обратите внимание, что Аллах сказал в Коране насчет запрета заключения брака с язычниками. «Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют безусловно. Верующая невольница лучше язычницы». Даже если она понравилась вам, не выдавайте мусульманок замуж за язычников, пока они не уверуют безусловно. Верующий невольник лучше язычника. Даже если он понравился вам, они зовут к огню, а Аллах зовет к раю и прощению со своего соизволения. Причина запрета в том, что они призывают к огню, они призывают к заблуждению. И как после этого можно жениться на той, которая противоречит твоим убеждениям и будет призывать тебя, детей и семью к огню? Когда мы ранее говорили, что даже если ты выберешь мусульманку, но она не будет религиозной, она навлечет беды на твою голову. Поэтому посланник Аллаха вложил в свои слова, которые были сказаны Джаберу, «Добейся религиозной, да покроются твои руки землей», то, что сделает счастливым тебя в этом мире и в мире вечном, а также сделает счастливой твою семью. А иначе это принесет тебе много бед и испытаний, как в этом мире и в мире вечном. Просим Аллаха, чтобы Он сделал нас из числа тех, кто прислушивается к благому и следует наилучшему из услышанного. Субтитры создавал DimaTorzok